Начались работы по реконструкции стадиона школы номер 12. Первый этап, который запланирован на текущий год, включает вырубку кустарника и планировку поверхностей для будущих плоскостных сооружений. Основные работы подрядчик проведет в следующем году. Комфортное, безопасное оборудованное пространство для занятий физической культурой появится у учащихся 12-й школы. Работы по реконструкции стадиона уже начались. К первому этапу приступила компания «Монолитсервис». В этом году планируется только вырубка кустарника, а также планировка поверхности для будущих плоскостных сооружений. Второй этап работ начнется уже в теплый период времени. Все работы по реконструкции к питальному ремонту планируется завершить к началу нового учебного года. В ближайшем будущем надеемся увидеть на нашем стадионе волейбольную и баскетбольную площадку, футбольное поле, беговые дорожки, малые архитектурные формы, которые помогут ребятам в накачивании мышц. Также стадион планируют оснастить системы освещения и видеонаблюдения. Это не первый объект, который реконструируют по программе обновления школьных стадионов. В прошлом году завершили работы на стадионе 7-й школы. Ранее под действие программы попал стадион 16-й школы. Сейчас спорт – это норма жизни. Здоровый человек, сильный человек – это счастливый человек. И я думаю, наши дети обязательно будут счастливыми, потому что у них будет такой красивый, новый, современный стадион. Воспитанники отделения прыжков на батуте спортивной школы «Икар» вернулись с наградами из Иваново. Там саровчане выступили на всероссийских соревнованиях памяти Люлина. В шаге от мастера спорта. Ирина Тимонина с 6 лет занимается прыжками на батуте и двойном мини-трампе. В 14 она получила разряд кандидата в мастера спорта. На прошедших в Иванове всероссийских соревнованиях памяти Люлина девушка хотела, наконец, завоевать долгожданное звание мастера спорта. Но удача в тот день немного отвернулась от нее. Первый этап для меня был печальным. И я подумала, что все, дальше я не пройду. Но так получилось, что дальше прошла и поняла, что это мой шанс дальше бороться за победу. Я туда ехала не за медалью, а за выполнением норматива по мастеру спорта. Но так как я предвариловку сделала не очень удачно, поэтому поняла, что норматив я не набрала. Но подумала, что борьба за медаль будет тоже не менее приятной. В итоге Ирина завоевала свою золотую медаль. Но с мечтой стать мастером не распрощалась. Сейчас она готовится к первенству Приволжского федерального округа в Оренбурге, где также будет возможность выполнить мастера спорта. Каждый, наверное, человек в жизни должен чем-то гордиться. И так как пока я не закончила школу, если я, например, сдам мастера, я могу сказать, что я добилась жизни мастера спорта. Вместе с Ириной на пьедестал почеты всероссийских соревнований памяти Люлина поднялась и Тамара Давыдова. На ее счету две медали – серебро за прыжки на двойном мини-трампе и золото за синхронные прыжки на батуте. 12 лет девушка занимается этим спортом. Неоднократно становилась победителем, призером соревнований различного уровня. Экстрим – это захватывает дух, прыгать на высоте, крутиться в воздухе. Мне это нравится. Я, в принципе, довольна своими результатами. По прыжкам на двойном мини-трампе можно было выступить и лучше. По прыжкам на батуте – и все хорошо. Соревнования памяти Люлина собрали более 350 спортсменов из 16 регионов России. Саровчане, по сути, представляли всю область. В состав команды вошли два спортсмена из Нижнего Новгорода, все остальные – воспитанники Икара. На эти состязания ребята ездят регулярно и традиционно возвращаются не с пустыми руками. По признанию тренеров, в этом году они улучшили результат – привезли четыре медали против двух в прошлом году. Четыре медали мы привезли из всех. Ну и также прыгали у нас в финале еще. Четыре человека в финал попадало, у нас тоже попали. Которые не смогли третий, четвертые были. Два человека – это Мирясов и Синицкий Максим. Рядом прямо там. Я считаю, так неплохо еще выступили. Тренеры в целом довольны выступлениями воспитанников не только на этих соревнованиях. Календарный год прошел для ребят плодотворно. За это время они поучаствовали в пяти крупных выездных соревнованиях. Сейчас спортсмены Икара готовятся к чемпионату области, который пройдет в выходные в Нижнем Новгороде. Это будут последние выездные соревнования этого года. Продолжается муниципальный этап первенства школ города по волейболу среди сборных команд юношей. В турнире участвуют 10 команд. Четвертый день соревнований прошел в школе номер 7. Команда школы номер 17 сыграла несколько игр и во всех стала лидером. Ребята всегда активно готовятся к волейбольному турниру, настраиваются на серьезную борьбу за выход в первенство. С каждой игрой члены команды все больше набирают форму и дают фору соперникам. Секрет такого успеха у ребят простой. Мы просто доверяем друг другу, все уверены, поддерживаем каждого игрока нашей команды и у нас очень сильная команда. Сегодня мы готовы закончить игру 2-0 без каких-либо проблем. Совсем недавно закончилось первенство по волейболу среди девушек. Теперь эстафету подхватили молодые люди. В муниципальном этапе первенства школ города по волейболу среди сборных команд юношей участвуют 10 команд, которые разбиты на две равные группы. Из каждой группы две сильнейшие команды выйдут в плей-офф на стыковые матчи и поборются за первое место. Сейчас для спортсменов идут решающие игры, которые определяют, кто выйдет в полуфинал и финал. В волейболе мы играем три партии. Первые две партии играют до двух побед. Если первые две партии 1-1 заканчиваются, то назначается третья партия до 15 очков. Первые две партии играют до 25 по правилам волейбола. На четвертом дне первенства по волейболу сыграли несколько команд школ города. В том числе на паркете столкнулись и два принципиальных соперника – гимназия номер 2 и лице номер 15. Игра была эмоциональной жаркой. Каждая команда с боевым азартом стремилась к лидерству. Мальчики мы в течение всего года готовимся к соревнованиям. Для нас досталось принципиальное соревнование. Мы стараемся каждый год быть в призерах как минимум. Мальчики готовы. Готовы сражаться, готовы биться, готовы побеждать. После финальных соревнований наградят победителей волейбольного турнира. Муниципальный этап первенства школ города по волейболу среди сборных команд юношей проходит в рамках спартакиады по различным видам спорта. Лучшие спортсмены Сарова и их тренеры получили награды. Церемонию награждения по традиции провели в молодежном центре. В этом году победителей определяли в 11 номинациях. Пятикратный призер первенства России дважды победитель первенства Евразии. 11 лет воспитанника кара Андрей Малыгин отдал рукопашному бою. Не раз со своим наставником Валерием Трубином юноша покорял новые спортивные вершины. Большая удача найти свой вид спорта, в котором сможешь раскрыть потенциал, считает Андрей. И ему это вне всяких сомнений удалось. Привел меня отец туда, за что я очень благодарен на своем родителе. В принципе, за то, что они меня туда привели, за то, что они меня направили в то русло, потому что найти спорт, в котором у тебя начнешь что-то получать, это довольно тяжело на спорте. За 11 лет нашей работы с тренером, мы на самом деле много чего добились. Успехи Андрея Малыгина в нашем городе оценили по достоинству и признали юношу лучшим в номинации «Спортсмен года» вне олимпийских видах спорта. Лучших в спорте наградили на сцене молодежного центра. Почетное звание «Тренер года» получил Валерий Трубин. Хоккеисты, баскетболисты, пловцы, теннисисты. Наверное, десятки видов спортов, в которых Саров действительно несет свою славу. И нам не стыдно представлять наш город во всех видах спорта, которые только существуют. Конечно, я знаю, каким трудом и какой кровью достаются эти победы. И очень уважаю тех людей, которые в жизнь положили за достижения во имя спорта, во имя города. Лучших в этом году определили в 11 номинациях. Победителем в номинации «Молодое дарование» стала Алиса Рубцова. Призер молодежного первенства мира по шашкам. Тренирует Алису Олег Васенькин. В номинации «Преданность спорту» награжден Николай Иванович Орлов. Победитель всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Я должен эту награду вручить тренеру Сергею Павловичу Егоршину, мастер спорта по ориентированию. Это благодаря его, он как играющий тренер, тоже участвовал во всех соревнованиях и привел меня к таким наградам. Гостям вечера подарили праздничную программу. Редактор субтитров А.Семкин